Мы говорим про клуб. Клуб вещь очень хорошая. Вы можете сюда приезжать, а вы можете сюда не приезжать. Но клуб, он чем хорош, понимаете? В клубе нет ни директора, никого там нет. Здесь есть люди, которые работают. Вы можете в этот клуб приехать. Вы можете в этом клубе помочь и отремонтировать свою машину. Тут вопросов нет. То есть вы хотите приезжать, не хотите, ну, места много. Что касаемо дивного клуба. Дивный клуб вам предлагает замечательные варианты. То есть как подешевле восстановить свою машину? В преддверии 23 февраля и 8 марта. Я вроде как не по всем дивным центрам хожу, то у меня правило простое. Я смотрю качество и цену. Когда и то, и другое меня удовлетворяет, и только тогда я вам все это и объясню. Согласен. Сервисов в городе много. Согласен. И практически везде есть камеры для покраски. Но сколько их там? А я представляю, только 4 конторы. Лучше всех и, естественно, дешевле, так это работа клуба Феникс на Сурикова 11. Кроме всего, я также не понимаю, какого пирога мы платим за ремонт автоматов в бешеные деньги. По сути, разобрал, поменял фланцы и прокладки с форсунками и поехал. Но об этом чуть позже. Теперь о ремонте ваших машин, без которых вы не можете ездить. Так вот, оно то здесь и есть. Нашим любимым монтогорцам и гостям города можем предложить ремонт. Простой, быстрый ремонт с покраской, с кузовными работами. Есть шиномонтаж. Сейчас, конечно, еще пока зима не актуальна, но скоро все растает. Весна уже грядет, капель идет. Мы можем людям предложить покраску недорогую. Цены мы на декабрь, на январь очень сильно снижали. Людям это понравилось, люди ехали. И мы решили оставить такой же низкий ценник и на следующем месяце. То есть, до весны мы цены поднимать не будем. Естественно, сейчас подорожала краска на этом уровне. Вместе в совокупности с работой и с ценой на краску цена осталась как два года назад. То есть, ничего по сути не поменялось, знаете? Мы удешевились в работе. Вещи дорожают, люди дешевеют. Но как-то выживать надо. И вот мы решили, что для горожан сделаем такой подарок. В преддверии 23 февраля и 8 марта. Сейчас объясню, почему вы это делаете. По одной простой причине. Как-то я не понимаю, что у вас директора нет, бухгалтера нет, начальника склада нет. Ничего нет. Просто вы занимаетесь. И ваш клуб работает для горожан в том числе. Да, лишних людей у нас нет. Работу никого мы особо лишних людей не кормим. То есть, работаем сами на себя. А тут тоже складывается цена. Более дешевая, чем в крупных центрах. Фантазии о том, что вы ни в кого не въедете, такие же абсурдные. Так то, что к вам никто не закатится. Такого не бывает. Успокойтесь, господа. Я ни разу не видел человека, купившего машину. И чтоб в него никто не въезжал. Или он ни в кого не въехал. Это бред. Теперь вопрос. Где делать? И вы понимаете, что лучше посмотреть автостоп. Хоть не наколят ни раз. Мы вообще как-то для вас работаем. То для вас не самые высокооплачиваемые россияне. Во сколько бы я ни говорил, но вещь такая случается. Мы работаем и работаем для вас. Но тем не менее, вот у меня уже просто язык уже отваливается. Потом понимаешь, сколько мне приходится людям описывать. Ребят, я-то работаю для вас. Если бы я работал для себя, там ценники были, ну просто космос получается. Сегодня и сейчас мы работаем для вас. Мы вам все это дело показываем, как вы будете работать. Что в этом плохого? Я уже говорил, что, ну, Магнитогорский комбинат имеет свое телевидение в том числе. Но остальное-то. И остальное мы работаем для вас, господа. Мы вам показываем, что и вы работаете. Почему вы не идете ко мне? Я этого дела не понимаю. Мне без разницы кто. Будет это клуб, будет это магазин. Люди же работают, люди тоже чем-то занимаются. Правильно? Вот и вот по-другому и не получается. Так что, ребятки, вы знаете, как меня найти. Еще раз говорю. Я, конечно, все прекрасно понимаю, что существует человек, который недопонимает, что у него есть нормальные товарищи. Но понять-то надо. Если человек работает для вас, то он работает и на вас в том числе, уважаемые мои работяги. И это не работники комбината в том числе.